Давид Адамович Ригерт, один из самых великих тяжелоатлетов мира, бок штанги, лев с мускулами Геракла. Родился 12 марта 1947 года в селе Нагорное, Кокчичатовской области, Кокзавской ССР. Достижения великого спортсмена впечатляют. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы и пятикратный чемпион СССР. Кроме этого, на его счету числятся 64 рекорда СССР и 63 рекорда мира. А также, за огромный вклад в дело развития отечественного спорта, Ригерт Давид Адамович имеет награды – Орден Трудового Красного Знамени, Медаль за трудовую доблесть и почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Ригерт рос разносторонним спортсменом. В беге на короткие дистанции показывал результат на уровне кандидата в мастера спорта. Увлекался боксом и, мог бы, наверное, далеко пойти, если бы талантливого боксера не остановили ударом лопатой. Быстрый, гибкий и сильный парниша стал делать поразительные успехи, и его допустили на районные соревнования, хотя по возрасту не должны были. Руки юноши были длинные и крепкие, ноги сильные и быстрые. Он мог менять по ходу поя правостороннюю стойку на левостороннюю, и бил одинаково сильно с обеих рук. Семь боев провел в ринге 17-летний боксер Ригерт. Все семь закончились первым раунде нокаутом. Мужики выходили против него с виду сильные, но неповоротливые, и быстро пропускали в голову нокаутирующий удар. Нравы, однако, в тех местах были простые. Дружкам поверженных мужиков казачок из села Нагорное не понравился. Когда Давид вышел на колесо подышать, на его лицо обрушилась лопата. Удар был очень сильный, орудие труда, если верить слухам, даже сломалось. Как собственный нос Ригерта. Было много крови, и после этого случая бокс он оставил. У этого эпизода были и другие последствия. Медкомиссия Воронежского летнего училища не пропустила в летчике парня со сломанным носом. Вот так вот безответственный болельщик с лопатой помог Ригерту сосредоточиться на борьбе с чистым весом, закованным в элегантный металл штанги. Настоящую штангу Ригерт впервые увидел в киножурнале, который крутили в колхозном клубе перед началом художественного фильма. Решивший себе сделать такую же, он взял лом и, нанизав на него противовесы от комбайна, стал потихоньку подкачивать силу. О том, что такое настоящая сила, впервые он задумался, когда школьный учитель физкультуры Николай Иванович Наскрепняк на колхозном стадионе, демонстрируя ученикам старших классов технику поднятия штанги, толкнул 100-килограммовый снаряд. Забавно, что в это время мимо проходил колхозный скотник дядя Ваня, Балагура Весельчак. Дядя Ваня подошел к снаряду и поднял его всего лишь одной рукой. Если бы в этот момент кто-нибудь сказал, что он повторил рекорд России 1998 года, принадлежавший Георгу Гоккеншмидту, дядя Ваня, по словам Давида Адамовича, очень бы удивился. В 11 лет Ригерт впервые закурил. Он уже работал в колхозе и, чтобы выглядеть солидно, курил как все мужики. Курит и сейчас. Он знает, что курить вредно, об этом Минздрав предупреждает на каждой пачке его любимых сигарет донской табак. Но раз начав, Ригерт уже не бросает, в том числе и курить. Однажды курение сослужило ему неплохую службу. Он возил от комбайна в зерно на паре быков. Быки брыли медленно, Давида обгоняли другие мальчишки. А он уже тогда не любил, чтобы кто-то его обгонял. Для того, чтобы придать животным ускорение, смышленый мальчик ставил одному из быков под хвост зажженную цигарку. Реакция быка превзошла ожидания. Орванул вперед так быстро, что его напарник, которому было уже много лет, ничего не успел понять. Итог был печальным. Молодой бык пришел к финишу первым, а старый умер, его сердце не выдержало гонки. Эффект от поступка мальчика был двоякий. Так как летом в колхозе мяса не было, колхозники обрадовались смерти быка. Честно поделили тушу, и мальчика очень хвалили. Но председатель был недоволен, досталось и от отца. В итоге Давиду вместо быка дали лошадей. И он больше никогда не участвовал в подобных гонках. После демобилизации Давиду Адамовичу повезло встретиться с великом атлетом и тренером Рудольфом Плюкфельдером. Юный атлет переехал к нему в город Шахты. Спал в спортзале, на тренерском диване. Тренировался как одержимый. Тайно изготовил ключик от зала, и когда тренер уходил домой, устраивал вторую тренировку. Это было новое слово в подготовке тяжелоатлетов. На Плюкфельдера доносили, грозились подать в суд, дескать, загонит парня. Плюкфельдер молча брал подопечного за руку и вел в диспансер. Врачи отклонений замечали. Ригер продолжал свои сумасшедшие тренировки. Потом выяснилось, что двухразовые тренировки не вредны, а полезны. К Плюкфельдеру приезжали болгары принимать опыт. Наука дала добро на двуразовые занятия. А Ригер тем временем перешел на одноразовые. Они с тренером стереотипов не терпели. Они ломали их вместе. Результат не замедлил себя ждать. Прогресс был ошеломляющий. Там, где у других уходило около пяти лет, Ригер тратил недели и месяцы. Вот путь в цифрах, которые он преодолел за 10 месяцев. 385 килограммов. Мастерский норматив в сумме троеборья. Следующее соревнование. Ригер набирает 425 килограмм. Проходит несколько месяцев. Новый старт. Ригер берет 470. И, наконец, на чемпионате Союза ему покоряется гроссмейстерский норматив 495 килограммов в сумме троеборья. Его приглашают в сборную СССР. Такой скорости не развивал никто и никогда. Никто никогда не устраивал и такого водопада рекордов, как Ригерт. Был только один атлет, которому это удавалось. Василий Алексеев. Он тоже жил тогда в шахтах. Великие штангисты часто вместе охотились и рыбачили. Особо крепкой дружбой их отношения назвать нельзя. Но ладили. Что само по себе удивительно, учитывая тяжелый характер самого сильного человека планеты того времени. Трудно выразить словами то, что испытал молодой человек из глухой деревни. Впервые оказавшись в Нью-Йорке в центре Манхэттена на Пятой авеню. Одна встреча с девушкой, у которой в качестве одежды были только бусы и кольцо на пальце ноги, потребовал большого личного мужества. Чтобы передать всю гамму чувств, Ригерт употребил знаменитое русское идиоматическое выражение, которое мы подкорректируем как «офигел». Не столько от вида раздетой девушки, сколько вообще от всего, что увидел. Спустя 31 год он вспоминает. «Привезли нас заранее. Моя весовая категория седьмая. Очереди надо было ждать очень долго. Две недели я ходил по Америке, открыв варежку. Малость подпалился, или, как сейчас говорят, подгорел. Опыта никакого. Таял, как свечка. Начал толчок. Чувствую, ноги не держат. Когда силы уходят, первыми отказывают ноги. У спринтеров так же. Мы в этом похожи. А когда ноги не держат, штанга падает на тебя, и конец. Думали, все. Баранка. Остается последний подход. Надо было победить себя. Веста был небольшой. Тут ведь еще такой момент. Мы тогда воспитаны были в патриотическом духе. Герб Советского Союза на груди для нас много значил. В общем, я проснулся и взял этот вес. Он хоть и небольшой был, но никогда в жизни я так тяжело не поднимал штангу. Зал словно забесился. Долго не давали выйти следующим штангистам. Стоя, мне аплодировали. Рассказывает жена Давида Адамовича, Надежда Ригерд. Видимо, не ошибусь, утверждая, что именно муж открыл Кашпировского миру. В 1985 году Давид Адамович стал главным тренером сборной СССР по тяжелой атлетике. Тогда на мировом помосте лидировали болгары, а наша команда была нолевая. Что ни старт, то конфуз. Чтобы вернуть утраченные позиции, Ригерд вместе с врачом сборной Александром Паниным стал искать новые методы работы. В поисках и родилась идея пригласить психотерапевта. Приехал из Винницы Кашпировский, в то время никому неизвестный. Анатолий Михайлович с большим желанием приступил к занятиям с нашими атлетами. Параллельно стал подрабатывать. По его просьбе Давид Адамович договаривался с директорами домов культуры, где Кашпировский проводил сеансы коллективного гипноза. Он и меня приглашал, мол, Надя, приди, оцени критическим взглядом мое поведение на сцене. Но я так ни разу и не съездила. Вместе с Анатолием Михайловичем работал оператор, который фиксировал на видеопленку каждое публичное выступление маэстро. После трудового дня мы собирались в нашем гостиничном номере. Кашпировский приезжал с огромным букетом цветов от поклонников. Цветы отдавал мне, в знак благодарности за оказанные Ригертом услуги. Включали видеомагнитофон, просматривая концерты Анатолия Михайловича, и от души смеялись. Не знаю, помогли ли заговоры Кашпировского тяжелоатлетам, но в домах культуры его сеансы сопровождались неизменным аншлагом, а кассеты с видеозаписями расходились в лед. В 1980-м Давид Адамович затеял какой-то неестественный эксперимент. За 4 месяца до Олимпиады вдруг перешел из своей категории до 100 кг, где ему не было равных, в категорию до 90. Чем потряс всех? На это сам Ригерд отвечает. Во всем виноват мой длинный язык. В весе 90 кг тогда появился талантливый болгарский атлет Румен Алексеев. Наши ребята, Гена Бессонов и Валера Шарий, стали ему проигрывать. Причем, как мне показалось, из-за того, что слишком увлеклись борьбой между собой. Так загоняли друг друга на тренировках, что я, видя это, за 4 месяца до начала Олимпиады в Москве имел наглость заявить, вы загоните друг друга, а Александров на повороте вас и обойдет. Смотрите у меня, сгоню вес, приду в 90, выдеру и вас, и Александрова. Эти слова слышали не только Шарий с Бессоновым, кому-то наверху идея понравилась, и мне пришлось расплачиваться за свой длинный язык. Я пытался протестовать, даже форму сдавал Олимпийскую демонстративно, не помогло. Да, за 4 месяца согнать 10 кг возможно, конечно, если очень попросят, но нарушается водно-солевой баланс. У Ригерта не сила ушла, хуже, стали рваться мышцы с задней поверхности бедра, и эту боль ему не удалось загнать куда-то далеко, как 5 годами ранее, когда на чемпионате мира в Москве с трещиной в ноге, почти теряя сознание от болевого шока, он таки выполнил третью попытку в толчке и выиграл очередное золото. Трещину еще можно вытерпеть, а с оторванными мышцами бедра штангу поднимать невозможно. Кроме спортивных заслуг, есть в жизни ценность, которой дорожит и гордится Давид Ригерт. Это семья. Супругой Надежды Викторовной они прожили 37 лет, вырастили двоих сыновей. У них была большая страстная любовь, предрешенная на небесах. Оба по природе щедрые люди, широкой душой. Оба наделены задатками лидерства, что нередко усложняет решение проблем. Но как бы то ни было, они вместе познали радость и горечь, разделили участь семей спортсменов своего поколения. Вместе выстояли в 90-е, оказавшись, как и многие, у края бездны, когда спорт, не приносящий дивидендов, оказался никому не нужным в стране. Многое было в их жизни, как и у каждого, причудливо переплелось всякое. Но они научились полагаться на свои силы, уметь себя убеждать. С этим лозунгом и идут по жизни. Так воспитали и своих детей. Продолжение следует...